Друзья, в этом выпуске я вам покажу, как мы посетили очередной раз наш волшебный Аграханский залив со своей сказочной прозрачностью. Мы охотились в камышах, делали лёжки, была активная охота и встречали много щук, много сазанов и много прозрачной воды. Приятного, друзья, вам просмотра! Итак, друзья, приветствую всех! Вот мы наконец-то на нашей любимой охоте в Аграхансском заливе. Уже десятый час дня, уже поохотились, вода была бурная, не делал особо с чем их, так как это особо неинтересно. Добро пожаловать еще раз всем, и хочу сейчас показать, будет сейчас нарваться на прозрак. Вот такая прозрачная с воды, прекрасный прозрак, если здесь видно. Сейчас начну делать съемки, по рыбе пока слабо, были пару сазанчиков, были несколько щук. Ну, мы дальше посмотрим, проныряем. Камышовая охота, вот уже начали первые лёжки. Сейчас мы сделаем небольшой обед и, наверное, поедем дальше, делать наусью. И вот, спустя полгода ныряем в Аграханский залив. Как ранее говорил, местами вода была мутной, местами прозрачной. Но нам повезло с камышами и с уровнем воды. Уровень поднялся, камыши не были такими густыми, как обычно они бывают. Было очень максимально комфортно охотиться и встречать много достойных рыб. Ну вот, ныряю я уже после мутника, уже в прозрачной воде. Пока не встречал ничего, до этого были там хвасты сазана, хвасты щук и так далее. Мимолетные рыбы, но я не успевал их брать. Было очень много мальков и, к моему удивлению, очень много щук. Не все, конечно, я заснял, потому что уже устал, уже надоело их снимать. Их было настолько много и, к сожалению, упустил большие, хорошие трофейные щуки. Как обычно, сказочный прозрак. Ныряем, смотрим, ищем. Заглядываем под завалы. И первая рыба, которая мне встретилась, это был сазан. Но, к сожалению, сделал я выстрел, но рыбу я не взял. Сазан был не прям таким большим, но не сказал бы, что маленьким. Вот он сазанчик. Так, делаю выстрел и промахиваю. Вижу, как чешье упало, но и вижу, что я не задел ее сильно. Просто слегка поцарапаю. Вот это радует. Самая большая обида на подводной охоте, это когда вы берете рыбу, она соскакивает. То есть, она так и так умрет, но ее, к сожалению, никто не получит. Одно удовольствие, когда вот так камыши отражают солнце. И такой прозрачность воды всегда украшает подводный мир. Мы были с напарниками. У нас был еще новичок рядом. Конечно, новичок, как обычно, как по правилу, говорят, что новичку везет, но на этой охоте юму везло только с карасями. Ничего не видел, кроме карасей. Появлялись окуни, нет-нет. Проявлялись маленькие щучки. Не знаю, чем это связано. Вроде Аграханский залив, вроде какой-то обычный залив. Но судаков летом здесь не встретить. Редко, очень редко это маленькие. Но зимой их бывает очень много. Поэтому я больше предпочитаю на Аграханском заливе зимнюю охоту. И вот встречаю первую щучку, около двух килограмм. Думаю, взять, пожарить. Щуки были очень пассивными. Делаю выстрел. В конечном итоге беру. Стараюсь всегда с первого выстрела обездвижить, но не всегда получается. Самый кайфный подвод на работе. Когда вот такой вот перерывчик. Да? Че поймали? А, молчим. Война войной, обед по распорядку. Ну и после обеда продолжаем нашу охоту сытые, довольные, в прекрасном настроении. Один из плюсов Аграханского залива, несмотря на то, что мы не всегда приходим с хорошим уловом и тем более с трофеем, всегда бывает такое предчувствие, что сейчас появится огромная рыба. Такое предвкушение того, что ты сейчас нарвешься. Вот это и придает кайф на этой охоте. Вода местами, в одном и том же месте, где-то в каком-то краю становилась мутноватой, в другом крае камыша становилась прозрачной. Было очень интересно. Вот такая большая контрастность. Ну, а охоте не мешало. Хотя легкий дискомфорт доставляло. Так, тут я нарвался на сазанов. Вот они толпой стоят, их там три. Не делал выстрел, ждал большого сазана. Они ушли, к сожалению. Возможно, и стрельнул бы, так как мне как-то неудобно было. Камыши мешали. Я ворвался к ним. Их уже там рядом не было. И я начал делать небольшие задюшки. Я видел, что в этом камыше есть много сазанов. Но каким-то чудесным образом все они исчезли, когда я позвал своего брата, своего напарника и новичка. Мы все ныряли в маленьком камыше. И никто этих сазанов больше не видел. Мимолетно проплывали сазаны. Конечно же, я их не брал. Если это был бы конец охоты, то я бы взял бы одну нажареху. Но так как у нас еще вся охота впереди, пока пропускаю до двух, до трех килограмм сазанов мимо. Вон за камышами стоит сазан. Пытаюсь углядеть в лес. Увидеть. Камыши мешали разглядеть рыбу. Но потом рыба вышла ко мне. Я ее спокойно разглядел и пропустил. Встречаю еще одну щуку. Щуки были от двух с половиной до трех килограмм. Ну от двух до трех килограмм. Была одна трофейная щука. Пока я включил камеру, пока я направил на нее ружье, она ушла. К сожалению. Не понимаю людей, которые ныряют в очень мутной воде на ощупь, несмотря на то, что там бывают мои большие рыбы. Я не получаю никакого удовольствия от подводной охоты, если нет такого прозрака, как на видео. Даже если рыбы нет, я все равно отдохнувшись бываю. Бывает такое прекрасное настроение. И для меня охота бывает удовлетворенная. Не вижу смысла заходить на подводную охоту, когда прозрачность полметра или метр. Даже если там обитают огромные рыбы. Очередная щучка. Как я и говорил, щук было очень много. Сазунов не так уж и много, как хотелось бы. Но было достаточно. Щука тоже неплохих размеров, потому что разоградил мне линзу. Ну ничего страшного. Плывем дальше, охотимся дальше. Пока я тут сам себя снимал, делал какие-то кадры, передо мной околачивали сазаны. Увидел их поздно, но одного я достал. Это был уже конец охоты. Вышел такой сазанчик передо мной. Думаю, давай-ка возьму, а то вдруг больше не встречу сазана сегодня. Обычно таких не стреляю. Ну хотя бы для щенки, для жерехи. Камышевый лес, плюс прозрачная вода. Одно удовольствие. Конечно, нестерпением жду зимнюю охоту. Так как это самая кайфовая охота для меня в Аграханском заливе или вообще среди всех охот. Будут кореньшие охоты на Черкесском водохранилище. Скоро они появятся. Были с напарником, охотились на спор. Очередная щучка. Приходилось мне для напарника-новичка взять пару рыб. Чтобы он не уходил с одними карасями. Будет сейчас небольшой хедшот. Прямое попадание в голову щуки. Вот такой выстрел. Я люблю больше всего. Ну, а мне пришлось 2 часа вытаскивать карпун из камыша. Точнее, из корня камыша. Так как стрелял вниз. Так как стрельки. Так вот. Así есть. Так как стрелька. Продолжение следует...